Начинаются проблемы с правоохранительными органами. Со временем это привело, собственно говоря, меня в тюрьму. Он говорит, ну вот представь себе, как бы в тебе кровь закипает, и никто тебе в этом помочь не может. И из-за разовой дозы можно умереть. Вот просто по глупости. Меня на суд приволокли на носилках. То есть я до такого уже докололся, что я уже ходить думал. Именно так заканчивается жизненный путь большинства наркоманов. 35-40 лет для нормальных людей возраст рассвета. Семья, работа, творчество, перспективы и уверенность в будущем. Но для тех, кто пристрастился к наркотикам, это время конца. Оглядываясь назад, 40-летний наркоман, если он, конечно, дожил до этого возраста, может вспомнить только боль и разочарование. Но наркотики – это не только личная трагедия каждого отдельного человека. Серьезный урон эта проблема наносит всему обществу. Сегодня, среди многих угроз, нависших над государством, проблема наркомании занимает одно из первых мест. Согласно статистическим данным и экспертным оценкам, середина 90-х годов употребления наркотиков в России увеличилась в несколько раз. В настоящее время около 2 миллионов россиян болеют наркоманией. Порядка половины из них – это подростки и молодые люди в возрасте до 25 лет. Ежегодно в страну ввозятся тонны наркотических средств. От их употребления каждый день гибнут люди. Принято считать, что проблема наркомании – это удел мегаполисов с миллионным населением. Но практика опровергает этот постулат. К сожалению, для Адыгеи вопросы борьбы с наркотическим злом остаются актуальными. Поэтому их решение в республике осуществляется на самом высоком уровне. Это подтверждается позицией главы Адыгеи Аслана Тхакушинова, руководителей профильных министерств и ведомств. На регулярной основе эти острые проблемы и возможные способы их преодоления рассматриваются на заседаниях Антинаркотической комиссии региона. При обострении обстановки незамедлительно предпринимаются меры оперативного реагирования. Именно такой конструктивный подход позволил в свое время практически полностью пресечь поставки и реализацию в республике семян МАКа решить целый ряд других проблем. Руководство и сотрудники органов внутренних дел республики осознают степень ответственности в борьбе с этим злом. Благодаря совместным усилиям органов власти Адыгеи и правоохранителей достигнуты определенные результаты. За пять месяцев текущего года полицейскими выявлено 79 наркопреступлений. Из них 27 относятся к категории тяжких и особо тяжких. За период с 2013 по 2015 годы из незаконного оборота по возбужденным уголовным делам изъято более 70 килограммов наркотиков. Главным приоритетом в борьбе с наркоманией стало выявление наркозбычков и пресечение их незаконной деятельности. Это подтверждается фактами задержания в прошлом году сразу нескольких групп, которые планировали организовать сбыт синтетических наркотиков в республике, что называется, с размахом. Объемы изъятого у наркодилеров зелья впечатляют. Их общий вес составил около 15 килограммов. Этот синтетический наркотик мог приблизить смерть не одной тысячи жителей Адыгеи. Меня посадили сотрудники полиции, меня поймали, посадили. Если бы они этого не сделали бы, ну, сейчас бы я тут не сидел бы перед вами, интервью не давал бы. Существует условное деление на легкие и тяжелые наркотики. Первые считаются менее вредными. Это очень опасное заблуждение. Действие на организм более медленное, но как медленный убийца, но более стойкое. То есть тоже нарушаются когнитивные функции, внимание, память. Также сердечно-сосудистая система страдает, половая. Наркотики действительно являются причиной страшных последствий для здоровья. Расчет наркоманов на то, что в любое время можно найти в себе силы отказаться от их употребления и вернуться к полноценной жизни, чаще всего не сбывается. Многие просто не успевают принять такое решение. Лишние миллиграммы зелья ставят точку на все планы. Возникает передозировка, человек попадает в кому. Последствия очень тяжелые, порой с летальными исходами. Как показывает мировой отечественный опыт, исключительно репрессивными мерами воздействие на больных наркомании бессмысленно. Решение проблемы наркотизации требует комплексного подхода. Достижение определенного успеха в преодолении этого страшного явления возможно лишь при координации усилий всех структур, имеющих отношение к профилактике наркомании. В этом направлении совместно должны работать органы власти, правоохранительные структуры, медики, педагоги и социологи. Особая роль, безусловно, остается за семью. Главное, необходимо понимать, что действовать нужно без промедления, ведь каждый день белая смерть уносит жизни все большего числа молодых людей.